Привет, друзья! С вами снова я, Николай, компания ППК Лазер. Сегодня мы поговорим с вами о лазерном станке 1080. На мой взгляд, это один из лучших по сочетанию цена-качество станков. Почему? Сейчас поймете. Итак, вот такой вот станок 1080. Данная комплектация идет с ламелями. При этом можно установить и сотовый стол. Вот так выглядит сотовый стол. Можно использовать ламели, можно использовать стол. Данная комплектация выполнена в монолитном напольном корпусе, что, в принципе, удобно для его использования. Итак, что здесь есть? Контроллер установлен Руида. Очень удобно. Видим, что гравируем, режем. При этом можно запускать не только с компьютера задание, но и с флешки. Втыкаете флешку, на экранчике высветилось, запустили. Поддерживаются последовательный запуск, резки, гравировки. До 10 заданий. Очень-очень-очень удобно. Система выполнена полностью на рельсах тайваньской фирмы «Хайвин». По «Х» и по «Игроку». Используется редуктор. Двухфазный двигатель. Ременные передачи. Причем редукторы используются по обоим осям, что повышает точность и долговечность станка. Лампа установлена в Греции. По-моему, W2. То есть, мощностью 90-100 Вт. Зависит от того, какой установлен блок розжига. В данной модели блок розжига установлен 100 Вт. Соответственно, мощность данного станка составляет 100 Вт. В данном станке механизированный подъемный стол. С помощью вот этих вот кнопок вы можете опускать его вверх-вниз на 25 см. Механизировано приводится цепной передачи, также двухфазный движок. Очень-очень удобно. Также есть отверстие для смахивания продуктов горения, реза. Очень тоже удобно. Встроенная вытяжка. К ней подключается гофра и выводится, куда вам надо, вентиляцию или на улицу. Если очень длинный тракт, то лучше подключить дополнительный туннельный вентилятор. Как я и говорил, здесь установлен 100 Вт. блок розжига. Он видит драйвера, блоки питания, контроллер руида, органы управления. Все стоит очень проверенное, надежное. Никаких проблем с эксплуатацией не возникает. Обратите внимание на застежки. Тоже очень удобно открывать. В базовой комплектации идет водяной насос, который гоняет жидкость по системе через трубку, охлаждая ее тем самым. И вот такой базовый 0.3 атмосферы компрессор. При этом можно поставить полноценный чиллер 5000 с фреоном. И также можно поставить полноценный компрессор, который дает 2-6 атмосферы, что увеличит скорость реза процентов на 30. И качество реза. То есть будет более чистый рез. К плюсам данного станка можно отнести толщину металла. Сам он сварен из 1,5-1,5 мм стали, а ребра жесткости из 2 мм. Обычно станки подешевле варят из 1 мм. А этот более толстый, более тяжелый. Соответственно, с геометрией у него все очень-очень хорошо. Что, в общем-то, проверено на предприятиях партнеров. Такие станки работают у них. Ну, можно сказать, круглосуточная. И зарекомендовали себя очень отлично. Управлять данным станком очень-очень просто. Мы загружаем макет. В принципе, определяем область. И нажимаем кнопку старт. Все. Станок начинает резать. Как мы видим. Очень быстро, качественно, без проблем. Это довольно-таки толстая фанера. 8 мм. И очень-очень неплохая скорость, скажу я вам. Потому что лампа Рецци дает хорошую производительность. Как я и говорил, соотношение цена-качество данного станка одно из самых-самых лучших. Обращайтесь, подскажем, проконсультируем, подберем нужное оборудование для вас, чтобы ваш бизнес процветал. Спасибо большое.